Уважаемые друзья, вы отпеваете на священные земли Сиры, неся с собой мир и процветание. Эта камера сняла, как работает Су-24М. Четыре осколочно-фугасные бомбы отделяются от пилонов и с высоты около 6 километров летят вниз. Вы должны показать со своей стороны честность, чистоту во всем, что вы делаете и доброжелательность к мирному населению. Кадры жестокой расправы в Сирии, на которой люди в военной форме, говорящие по-русски, убивают мужчину, а потом глумятся над мертвым телом, сегодня опять был вынужден комментировать Кремль. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Следственный комитет может провести расследование, если посчитает это необходимым. О виде убийства мы подробно рассказывали вам накануне. Там четыре видеоролика, которые подробно показывают, как жители Сирии сперва забивают кувалдой, потом отрезают голову и руки, а в конце обезглавленное тело подвешивают на балке разрушенного ангара и поджигают. На фоне расправы играет песня «Я, русский спецназ». У одного из участников этого события на рукаве есть шеврон со словами «Я тебе сделаю» очень-очень больно. По нему, собственно, его там тоже пытаются опознать. Участники убийства комментируют происходящее по-русски и собираются отправить фотографии своему командиру. Это слышно на записи. В 2017 году на видео Станислав рубил саперной лопаткой руку мертвому сирийцу и снимал один из эпизодов расправы. Помните, что вы представляете Дагестан и всю Россию. Вы никоим образом вам нельзя показывать нашу родину с плохой стороны. Пусть Всевышний поможет вам, и чтобы Аллаху Таала вас вернули обратно на родину в целостности и сохранности. К минимуму четыре года там хозяйничают российские военные. Страшно представить, сколько крови они пролили за это время, сколько невинных жизней забрали. Ведь известно, что только за один день путинские летчики успели разбомбить четыре госпиталя. В распоряжении журналистов Нью-Йорк Таймс оказались записи переговоров российских летчиков, выполнявших боевые задания в Сирии 5 мая этого года. Сопоставив информацию, полученную из этих записей, со свидетельствами очевидцев, фото и видеоматериалами, американские журналисты выяснили, что российские пилоты целенаправленно в течение 12 часов наносили удар за ударом по четырем больницам, расположенным на территориях, которые контролирует оппозиция. Точных данных о числе погибших и раненых вследствие этих налетов пока нет, но понятно, что речь идет о десятках или даже сотнях человек. Официальное оправдание, выдуманное Путиным для участия в сирийской войне, борьба с терроризмом на дальних подступах. Его война с террором на деле сама оказывается террором, потому что международные конвенции запрещают бомбить больницы. Это правило уже не первое десятилетие соблюдается даже самыми отъявленными мерзавцами. Исключений не так уж и много. Нацисты во время Второй мировой бомбили санитарные поезда с Красным крестом. Ну и путинские летчики целенаправленно наносят удары по медицинским учреждениям в Сирии. Международные правозащитники давно уже бьют тревогу, предоставляя данные о невероятном числе погибших мирных жителей при авианалетах в Сирии. Одних только врачей и медсестер от асадовских и путинских бомб с начала сирийской войны погибло не меньше 900 человек. Это вам маленький подарок от нас, имама Абдала. Очень полезная книга. Вам удачи. За нас два сдачи. Иншаллах, вы тоже делайте. Вы же на священном земле будете находиться. Ваши два больше примете, ручной. Два долмонад. Этим вы попадаете в Купру. Вы пишете, я потомок имама Шамиля. Посмотрите на себя и потом судите. Действительно ли вы потомки имама Шамиля? И был бы доволен имам Шамиля вашими действиями, вашей жизнью. Нет, конечно, но он, если вы имама, потомки имама Шамиля, последуйте, то он по его пути. Если смотреть, что творится в мире, вот в Сирии, в других странах, именно Россия выступает в поддержку мусульман. Благодаря президенту нашей страны, Владимиру Владимировичу Путина, который является главным защитником ислама не только в России, но и во всем мире. Откуда появились эти муфтияты? Муфтият появился тогда же, когда появилась новокрещенская контора в свое время в России, в царской России. Когда они установили муфтият для того, чтобы контролировать мусульмана. Так же, как в свое время католики установили тайну исповеди, и каждый, кто каялся у них, они ловили его потом и сажали за те преступления, которые он рассказывал их священникам. Так же, в свое время, как Россия всю свою жизнь устанавливала и боролась против ислама, они организовывают муфтият и призывают всех подчиняться единому какому-то муфтию, которого назначает их правительство. И этот муфтий несет различную чушь, призывает людей подчиниться этой власти. Я призываю всех пойти на выборы и голосовать. А если у вас вопрос, за кого я буду голосовать? Я буду голосовать за Таву, за кого голосовать, Саид Эфанди. Аллаху!